Продолжаем выпуск. В городе Арысь Южно-Казахстанской области назревает серьезное противостояние между родителями одной из учениц и педагогами. Семья девочки уверена, что администрация школы мешает их ребенку придерживаться религиозных правил. Вот уже две недели они не допускают ученицу к занятиям и требуют, чтобы она сняла с головы платок. Второклассницу Айшу Ейскер-Мес педагоги неустанно хвалят за отличную учебу и хорошее поведение. Но две недели назад Айша пришла в школу в платке и взаимопониманию учителей и учениц пришел конец. Продолжаем религию, ислам. Там в священном Коране говорится Сура-Нур, 31 аят. Там все женщины одевали платок и длинные рубашки. И мы придерживаем, чтобы закрывали весь аурат. И мы с малых лет собственные желания дочери так решили. В администрации школы уверены, что родители Айши нарушают правила. Школьный устав подписан для всех без исключения. В нем четко прописано, что форма не предусматривает головного убора как для девочек, так и для мальчиков. С 17 января родители привели девочку в платке. Вызвали родителей, объяснили, что в законе об образовании учащиеся должны соблюдать внутренний распорядок школы. В платке в школу нельзя ходить. Потом провели родительское собрание. 99% родителей поддержали руководство школы. Даже требовали, чтобы девочку перевели в другую школу. В городском отделе образования уже наслышаны об этом конфликте и полностью поддерживают позицию руководства школы. Однако подчеркивают, что конкретного запрета на ношение платков или, как их называют арабы, хиджабов нет. Именно по этой школе там носятся фартуки белые, синяя или темная одежда в зимнее время. На голове должны носить банты по положению, школьному положению. И поэтому платок не разрешается. Даже мусульманские священнослужители не спешат осуждать педагогов. Ведь школа – это светское учреждение. Имам Уркенса Паркулов рассказывает, что сам лично неоднократно разговаривал с такими родителями и объяснял им, что следование существующим в стране правилам и законам не противоречит вере. Если учреждение против хиджаба, то есть не надо уходить из школы или судиться с ними. Просто пусть она, допустим, ребенок, одевается так, как обязывает вот это учреждение, а на улице пусть одевает свой хиджаб. Но отец маленькой Аши твердо уверен, что ношение платка его маленькой дочки – символ ее истинной веры. Он уже написал жалобу в прокуратуру. Тем временем и учителя уже готовят письмо в правоохранительные органы.